32 семьи, 32 ключа, свои заветные получил и Дмитрий Герасимов. Мастер по ремонту оборудования НЛМК стал лучшим в своем деле, как и еще 31 сотрудник комбината. Комбинат социально ответственное предприятие, и мы понимаем, что главная ценность НЛМК – это наш трудовой коллектив. Поэтому мы делаем все для того, чтобы к нам приходили молодые, амбициозные, работали и строили свои карьерные планы с нашим предприятием. НЛМК для своих сотрудников разработал более 30 социальных программ, и все они действуют. Жилье молодым металлургам – одна из них. С 2005 года обладателями нового жилья стали более 460 работников предприятия. С новыми квадратными метрами Новоселов поздравила депутат Государственной Думы Российской Федерации от Липецкой области Михаил Тарасенко. Это и есть социальная политика, это формируется будущее комбината. Люди, которые сегодня получили на льготных условиях квартиры, безусловно, они останутся металлургами. Они будут самореализовываться на предприятии, они будут расти по общественной линии, по профессиональной. Сердце горящего пламя, сильные наши руки, горы, металлы плавим, имя нам – металлурги! Фейерверк, развлекательная программа и поздравления творческих коллективов города. Заветный ключ, символ нового очага, вице-президент НЛМК Александр Соколов передает своим сотрудникам. Фото на памяти Дмитрия Герасимова с супругой спешат на свой этаж. Их двушка – заветная мечта, которая наконец-то сбылась. У нас сегодня как-никак новоселье, вот мы наконец-то стали обладателями двухкомнатной квартиры. В молодом, перспективном, развивающемся микрорайоне Елецкий. Квартира удобная, уютная, вид из окна на непрекраснейший. Такой подарок от НЛМК ко времени, говорит супруга Дмитрия Александра. Ведь в их семье скоро пополнение. Дочь Алена появится на свет уже в январе. Сейчас свои стены большие, мы очень счастливы, конечно. Эта социальная программа, уверены руководители НЛМК, помогает закреплять квалифицированные кадры на предприятии. Поэтому ее действия продолжат и в последующие годы. Елена Логинова, Михаил Жилкин, Липецкое время.